Здравствуйте, я Олег Рожков. Прямо сейчас главные события дня в программе «Область новостей». Сегодня в выпуске. Полуфиналисты лидеров Тамбовщины. Чем займутся молодые и перспективные участники, узнала Юлия Савушкина. Они поделятся на 10 команд и разработают собственные проекты. Уже к 3 августа каждый из них должен прийти к конкретной социально значимой цели. Качественно новый уровень пассажирских перевозок. С какими проблемами сталкиваются перевозчики и что ожидает общественный транспорт в недалеком будущем, расскажет Павел Юрасов. Ежедневно пассажирские перевозки в Тамбове обслуживают более 300 единиц техники. 70 машин на рейсе – это доля Тамбов-Гортранса. Причем 42 автобуса из них – это новенькие МАЗы на газомоторном топливе. Лагеря проверяют отцы. В каких условиях дети проводят досуг и обеспечена ли их безопасность, увидела Мария Шумейкина. Сегодня особенно актуально, чтобы сотрудники МЧС проверили, как в лагере «Жемчужина леса» работает система безопасности. Проблема и будущая система льготного лекарственного обеспечения, место платных парковок в законном поле региона и другие темы сегодня рассмотрели областные депутаты. Подробнее о работе Думы расскажет Павел Юрасов. На сегодняшний день льготами по лекарственному обеспечению пользуются каждый десятый житель области или почти 99 тысяч человек. Некоторые сложности связаны с установленной в начале года референтной ценой для организованных государственных закупок лекарств. В нескольких аукционах из-за низкой цены не принял участие ни один поставщик. Для этого управление здравоохранения работает, для того, чтобы нивелировать эти риски, для того, чтобы его предвидеть и обеспечить в любом случае при любых ситуациях пациента лекарственных препаратов. Ежегодно в бюджетах всех уровней на эти цели закладывается около миллиарда рублей. Социальная и экономическая ответственность предполагает постоянное преодоление возникающих в этой сфере трудностей. Еще больше вопросов парламентарии рассмотрели на заключительном заседании весенне-летней сессии. Причем большая часть рассмотренных проблем относилась к социальной сфере жизни населения. Во втором чтении обсудили поправки в закон о транспортном налоге. От его уплаты освобождают одного из многодетных родителей. Речь о грузовых автомобилях или автобусах мощностью до 200 лошадиных сил. И это не все новые льготы. Мы принимаем законодательный акт, который позволит местным органам самоправления на территории Тамбовской области вводить бесплатный проезд с 1 сентября детей из многодетных семей на общественном транспорте. Особое внимание на заседании уделили вопросу регулирования платных парковок. Их, согласно федеральному закону, муниципалитеты могут обустраивать сами после общественного обсуждения. Однако в интересах жителей области, предвосхищая возможные сложности, региональные законодатели уже приняли ряд ограничений. Заранее уже запрещаем, ставим ограничения в организацию таких платных стоянок у общественных наших центров, у школ, у учреждений здравоохранения, у спортивных комплексов. Ограничиваем по времени. Но еще раз говорю, надеюсь, что таких платных стоянок в ближайшем и в отдаленном будущем на территории Тамбова не будет. Также на заседании рассмотрели вопросы финансовой поддержки волонтерских организаций. Дальнейшую деятельность Дума продолжит уже в рамках осенне-зимней сессии. Павел Юрасов, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова, Область новостей. Стали известны имена полуфиналистов второго регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины». А накануне с претендентами уже встретились их наставники, известные в регионе бизнесмены, политики и ученые. Как и в прошлом году в их числе и инициатор проекта Александр Никитин. С ним диалог получился самым продолжительным и плодотворным. Юлия Савушкина расскажет почему. В зале 130 человек, которые уже вправе называть себя лидерами. Чуть меньше месяца назад все они успешно прошли сложную личностную диагностику на выявление управленческих качеств. Вице-губернатор, главы городов и районов, ректоры крупных вузов и успешные предприниматели. Эти люди на протяжении как минимум полутора месяцев будут помогать молодым коллегам двигаться к новым высотам. Кто-то не просто рассказывает о себе, но и дает первое наставление, ведь конкурсанты уже получили задание. В полуфинале участники конкурса «Лидеры Тамбовщины» должны проявить свои лучшие качества. Они поделятся на 10 команд и разработают собственные проекты. Уже к 3 августа каждый из них должен прийти к конкретной социально значимой цели. Проект «Лидеры Тамбовщины» был запущен в прошлом году по инициативе губернатора Александра Никитина. По его же поручению все 130 полуфиналистов были включены в кадровый резерв администрации региона, а 17 человек впоследствии заняли престижные должности в органах власти и структурах бизнеса. Места, где были бы рады молодым и талантливым, еще остались. У нас много вакансий руководителей, начальников отдела, заместителей. Сегодня мы готовы предоставить даже служебную квартиру. Когда в зале появляется главный наставник проекта, полуфиналисты встают. Глава региона начинает встречу тоже стоя. Это «Диалог на равных» – образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи. Цель на примере успешных людей – показать, что добиться успеха может каждый. Александр Никитин предлагает формат «Вопрос-ответ». Бывали ли у вас такие ситуации, когда вам приходилось принимать нестандартные решения, которые противоречились всем законам логики, но тем не менее приносили такой желаемый и положительный результат? Круто, к сожалению, таких решений не единичных. Количество не единичных случаев было бы немало. Всегда говорю, что здесь, в органах власти, мне кажется, всех уровней абсолютно, часто принимаешь решения не с позиции даже эффективности, а с позиции баланса интересов, с позиции тех социальных последствий и, в конце концов, даже оценивая внимание, в первую очередь, социальные риски, которые существуют. Полуфиналисты интересуются не только личным, но и региональной политикой в целом. Звучат вопросы о развитии социалки, здравоохранения и ЖКХ, но тема поддержки молодежи занимает особое место. В этом плане конкурс лидера Тамбовщины, как неоднократно отмечал губернатор, это главное достижение. Мы хотим просто, чтобы у нас вместе, у всех, я имею в виду абсолютно, и у журналистов, и у работников промышленного комплекса, и в сельском хозяйстве, и, естественно, в органах местного самоправления, на государственной, муниципальной службе были заинтересованные, молодые, энергичные, талантливые люди, которые принимают участие практически во всех сферах жизни нашей любимой Тамбовской области. То есть в социально-экономическом развитии принимают самая деятельная, прямая, активная часть. Имена финалистов нового сезона конкурса лидеры Тамбовщины планируют назвать в сентябре, а пока впереди несколько выездных сессий за городом, спортивные испытания, лекции, мастер-классы и интеллектуальные игры. Оценивать будут не только лидерство, но и умение работать в команде, социальную ответственность, гибкость и нацеленность на результат. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Ольга Кирилова, Область новостей. В регионе начали подготовку к всероссийской переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 года. Работу комиссии по проведению переписи возглавил первый вице-губернатор Олег Иванов. Сегодня, как отметили на совещании, важно уделить должное внимание подготовке, назначить ответственных, проработать список адресов и оповестить население. К слову, в 2020 году принять участие в переписи будет можно сразу тремя способами. С приходом переписчика домой в стационарных пунктах на базе почтовых отделений и МФЦ, а также дистанционно на портале Госуслуг. Человек может самостоятельно зайти через портал Госуслуг и переписаться как себя, так и членов своего домохозяйства. После прохождения, заполнения, вернее, всех листов, будет присвоен уникальный код и QR-код будет. И этот код человек должен будет просто назвать переписчику, и дополнительно этот человек опрашиваться уже не будет. Всероссийская перепись в октябре 2020 года станет 12-й в истории страны. Ее проведут по призыву ООН в рамках всемирного раунда переписей. Таким образом будет получена информация о численности населения, сведения о рождаемости и образовании в национальном и языковом составе. Ежегодно жители области совершают 80 миллионов поездок в общественном транспорте. Сфера перевозок постоянно развивается, однако в отдельных моментах система пробуксовывает. С какими проблемами сталкиваются перевозчики и что ожидает общественный транспорт в недалеком будущем, узнал Павел Юрасов. Добраться из пункта А в пункт Б тамбовчанам помогают 12 компаний-перевозчиков. Пятую долю этого рынка сейчас на себя берет муниципальное предприятие, чувствующее проблемы отрасли острее других. Запасные части очень серьезно подорожали. Газ тоже незначительный, но все равно подорожание есть, и оно довольно-таки бьет по карману наших перевозчиков всех. Такие вот затраты, которые складываются, да, проезд, он регулируем, он не покрывает себестоимость расходов на перевозку одного пассажира. Расходные части для транспорта потяжелели в цене почти вдвое. Дизельное топливо, на котором пока передвигается большая часть городских автобусов, только за прошлый год подорожало на 17%. В это же время быстрорастущие на север тамбов требуют планирования и обкатки все новых маршрутов. Это здорово. Развивая маршрутную сеть, изменяя маршруты, которые существуют сейчас, открывая новые, не обязательно связывающие исключительно юг и север, предположим, как это, в принципе, традиционно для нас. Возможно, люди с удовольствием будут пользоваться хордовыми маршрутами, какими-то радиальными, то есть через диагональ, пересекая участки города, прибывать к нужному месту назначения. Возможным толчком в модернизации всей транспортной системы может стать пересмотр тарифов. Принятие такого решения потребует от перевозчиков соответственной отдачи в виде серьезного обновления автопарка и соблюдения расписания маршрутов, особенно в вечернее время. Ежедневно пассажирские перевозки в Тамбове обслуживают более 300 единиц техники. 70 машин на рейсе – это доля Тамбов-Гор-Транса, причем 42 автобуса из них – это новенькие МАЗы на газомоторном топливе. Уже в этом году Тамбовский парк пополнит еще 15 газомоторных автобусов. Более экономные, комфортные и безопасные такие машины сегодня – это лучший вариант для городской сети перевозок. Когда заходит пассажир в салон, он видит, что нет ступенек. Сам МАЗ, он шире, чем ЛИАЗ, на 50 сантиметров. Соответственно, это упрощает передвижение пассажиров по салону, что является немаловажным для безопасности дорожного движения. Всего до 2020 года планируется приобретение 87 единиц техники для нужд всех региональных маршрутов. Дальнейшее развитие сферы перевозок не только освободит город от чадящих и коптящих автобусов, но и выведет эту услугу на качественно новый уровень. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Александр Щеднов, Область новостей. Свыше полусотни наименований Тамбовской продукции претендует на то, чтобы войти в число лучших товаров России. Участников оценили сегодня на заседании региональной комиссии по качеству. В этом году региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» члены комиссии называют рекордным по числу претендентов. Почти 30 предприятий региона представляют 52 наименования продукции. Это как минимум вдвое превышает показатели прошлых лет. Этот год у нас такой знаменателен именно этим. Еще он знаменателен тем, что принимает участие микробизнес. Есть микропредприятия, которые выпускают оборудование для ногтевого сервиса, вентиляционное устройство, которое обеспечивает безопасность и для потребителя, и для исполнителя. То есть раньше это даже и придумать невозможно было. Среди участников конкурса в этом году есть и предприятия, чьи товары не раз входили в сотню лучших по стране. Это, к примеру, мясная продукция и хлеб. Во всероссийский этап пройдут те, кто, по мнению комиссии, наберет наибольшее количество баллов. Разрешено пропускать дальше до 80% от числа участников регионального отбора. Уваровская районная больница технически обновилась. И речь не о лазерах и микроскопах. Нового лифта здесь ждали годами. Как приобретение облегчило жизнь врачам и пациентам, и кто первым прокатился с этажа на этаж, узнал Павел Юрасов. Шахта лифта в Уваровской ЦРБ пустовала десятилетиями до сегодняшнего дня. А сегодня здесь раздаются прекрасные звуки музыки. Сейчас вы их услышите. Причем от спуска к подъему каждый раз музыка меняется, поднимая настроение и врачам, и пациентам. Вот так, без отдышки и натруженных ног, пациенты и завершают путь к собственному выздоровлению. Из областного бюджета по программе «Доступная среда» у Уваровской ЦРБ на лифт выделили два с лишним миллиона рублей. Больше остальных ценному приобретению обрадовался местный персонал. Медперсоналу, девочкам, санитарочкам, медсестрам приходилось поднимать больных. То есть это очень тяжелый труд, очень тяжелый труд, особенно для женщин. Поэтому вот долго мы ждали этот лифт. Наконец-то нам его построили. Вот, и мы очень рады. Так что мы прокатимся на нашем красивом лифте. Ой, красота! Красота! На третий, да. Очень хорошо. Именно на третьем этаже находится терапия пациенты, которые в силу возраста особенно нуждаются в лифте. Людмила Кирилловна в больнице бывает не так часто. Однако ей есть чем сравнить. Пациентка одной из первых зашла в сияющую металлон кабину и оценила лифт по достоинству. Я когда сюда поступила, никаких лифтах речи не было пока еще. Я вот очень была в таком плохом состоянии, было очень трудно добираться. А сегодня нас встретили с комфортом. Просто мы тоже должны были подняться на третий этаж, поскольку это наши эти палаты. Это было чудненько, конечно. Гарантийный срок вместительного и функционального лифта обещает 10 лет верной службы. И для больницы это своеобразное новое начало. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Сегодня представители Совета отцов совместно с Межведомственной комиссией по проверке лагерей провели мониторинг в организации отдыха и оздоровления детей «Жемчужина леса». В каких условиях дети проводят досуг, узнала и наш корреспондент Мария Шумейкина. Чтобы провести комплексную проверку лагерей «Жемчужина леса» в селе Большая Липовица посетили сразу несколько экспертов. Сегодня эксперты у нас проверялась охрана учреждения, как производится охрана учреждения. У нас проверялась медицина, вот именно медицинский блок. У нас был представитель по правам ребенка. И был представитель от образования. Он смотрел досуг, как детям проводится досуг, это мероприятие, какие планы на день, питание проверяли детей. В лагере отдыхают 80 детей. Комиссии предстояло выяснить, соблюдается ли условие для их комфортного отдыха и оздоровления. Особенно важно было проверить систему безопасности. Накануне в лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. На тот момент в лагере находилось почти 200 детей. Поэтому сегодня особенно актуально, чтобы сотрудники МЧС проверили, как в лагере «Жемчужина леса» работает система безопасности. Сотрудники МЧС обращают внимание на пути эвакуации и пожарную сигнализацию. Убедиться в исправности системы безопасности помогают ночные обследования. Они проводятся каждую смену. В ночные обследования мы приезжаем, проводим эвакуацию детей, чтобы персонал знал в случае ситуации, как действовать. Потом также смотрим первичные средства пожаротушения, также смотрим пути эвакуации свободных, чтобы были. Ну и, соответственно, автоматика обязательно. Пока комиссия проводила мониторинг, дети участвовали в мини-фестивале Кукарекина, а после отправились подкрепиться в столовую. Вместе с ними туда направилась и комиссия. Представители совета отцов изучили меню и организацию питания. Здесь всего одно замечание – несоответствие блюд температурному режиму. Витамин и напиток слишком горячий. К температура, при которой проводится мониторизация, не должна быть выше 14 градусов. То есть до 15, иначе потом витамин С теряет свои свойства. В целом комиссия довольна результатами. Председатель совета отцов Алексей Бородин отметил, что отправил бы сюда своего ребенка. А это главный показатель того, что лагерь прошел проверку. Мне очень понравилось. У меня сын в этом году идет в первый класс, и он уже спрашивает папа, когда я пойду в пионерский лагерь. Поэтому я думаю, что в это заведение я с удовольствием бы отправил своего ребенка. Я думаю, что если он через год не потеряет интерес к пионерскому лагерю, к лагерю отдыха, я думаю, что он с удовольствием примет участие в какой-либо смене в этом заведении. Теперь гости лагеря могут не беспокоиться. Их отдыху и безопасности ничего не угрожает. Мария Шумейкина, Евгений Михеев, Александр Кобзарек. Область новостей. В префектуре Центральное с прошлого года проходит проект «Спорт на пять». Он направлен на возрождение дворовых игр. Находит ли этот посыл отзыв в сердцах жителей многоэтажек? Ответ на вопрос в нашем материале. Развитие и никакого однообразия. Вот девиз проекта «Спорт на пять». Если футбол, бег и прыжки в длину уже были, то сейчас на смену пришли туристические тропы и полосы препятствий. Авторы идеи всегда стараются украшать события новыми дисциплинами. И на этот раз придумали аттракцион с фигурной ездой. Мне идея эта пришла, признаюсь, очень просто. Я живу в районе детского сада. И я когда увидел трех-четырехлетних детей, которые на самокате катаются поприличнее, чем взрослые, я думаю, а почему бы не сделать такое? И вот придумал круг, вписал восьмерку. Владимир Сутармин планирует расширить программу развлечений еще больше. Он хочет добавить военно-прикладные элементы. Бег по условному минному полю, ползание по-пластунски. Но уже и на имеющийся арсенал развлечений местные жители не жалуются. Мне очень нравится, что есть разнообразие не только для старших, но и для малышей в том числе. Могут покататься на самокатах и вместе со всеми потянуть канат. Это интересно, да и маленьким сладкие призы, это замечательно. Поэтому я думаю, что все рады, и родители, и дети. В префектуре Центральное хотят, чтобы спорт на пять стал доброй традицией для жителей города. Чтобы спортивные снаряды не покрывались ржавчиной от ненадобности, а родители и их дети всегда были готовы выйти во двор и поучаствовать в соревнованиях. Это уже пятое по счету мероприятие проекта «Спорт на пять». Следующее пройдет в августе, также в префектуре Центральное по адресу Чичканово, 131. Там организуют турнир по волейболу. Олег Рожков, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Еще больше новостей на нашем сайте tvtombov.ru. А телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните и будьте в курсе событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин